Пришло время нашей исторической программы Сделано в Вятке 13 часов и 6 минут Добрый день еще раз Меня зовут Владимир Сметанин И я приветствую Евгения Питунина Историка, краеведа, руководителя музея Вятского государственного университета Евгений Альбертович, добрый день, как настроение? Замечательно, погоды улучшаются Даже на осень похоже стало Давайте с выставки начнем Соткрывшееся Потому что проходит выставка Если вы помните передачу нашу прошедшую То мы говорили, что выставка будет Вот сейчас она в самом разгаре Народ идет, напоминаю, что выставка Проходит в инженериуме ВятГУ Это сейчас корпус университета Раньше был Дом Политпросвета Преображенская 41 Выставка посвящена 60-летию телевидения И 90-летию радиовещания На Вятке Организована нашим университетом Совместно с ГТРК Вятка Там есть и Распанаты чистотелевизионной Кухни Посоздана студия 60-х годов Ну и то, на чем смотрели И что слушали В общем, люди идут, вспоминают Даже несут экспонаты Напоминаю, что вход бесплатный Работаем мы с 9 до 6 ежедневно Выходной, к сожалению, не будем Работать Но до 20-го мы рады Показать все, что у нас есть Поэтому ждем в гости До 20-го октября В том числе Эхо Москвы Почему-то уходы не идут Спасибо Вот сейчас наш редактор Анна, наша коллега Мы работаем Очень долго Нам сложно вырваться Но мы постараемся Обещаем Что самое ценное, кстати, на выставке? С исторической точки зрения На ваш взгляд Да, можно сказать Там есть очень редкие модели телевизоров Например, вот есть у нас телевизор «Знамя» Мой ровесник 58-го года Это гран-при на выставке Эхо в Париже в 58-м году Вот представьте Мы сейчас будем говорить о 59-м году А вот тогда такие были у нас товары в СССР Что они получали золотые призы на международных выставках То есть это как лучшее воплощение технической мысли Есть телевизоры, которые получали премии на все российских выставках Вот, тем не менее Ну, конечно, и ЭВН Телевизор с линзой Такой шоу-стоппер Возле него все фотографируются Ну и, конечно, студия С табличкой Оно было в те времена Ран дня на заднем плане То есть каждый может почувствовать себя Телеоператором запечатлеться С большой телеэмерой стационарной В гарнитуре, в наушниках Или диктором с листочком бумаги На фоне рана дня И думаю, это будут очень симпатичные селфи Или фотографии На память приходить Не пропустите, в общем, да Такие круглые даты раз в жизни бывают Да, 60 лет Ну, каждый видит какой-то ценный экспонат Для кого-то, телевизор, который был у родителей У дедушки, бабушки Кому-то просто нравится что-то Вот вчера китайцы были Две делегации Вот они с удовольствием тоже смотрели Китайские студенты? Студенты Понравилось? Понравилось У них прямо культ СССР Сразу показал им портрет Хрущева Они, о, укуруза, укуруза Фамилию не вспомнили Показал Брежнева Лапоть, лапоть Кто это? Горбачев И они со второй попытки отгадали Но тем не менее, приходят Всем интересно Вот китайцев до пионеров и до пенсионеров В общем-то, я думаю, что Увидите такой синий баннер Над ходом Вот смело проходите И мы вас встретим Отлично, да Еще раз напомним про выставку Ну а между тем продолжаем Нашу серию программ Уже много-много передачи вышло Мы начали с послевоенного времени Вот так по годам продвигаемся вперед Прошлая передача, да, все верно было И вот дожили мы до 59-го года Да, 59-й год Как не повезло людям, которые родились в 59-м году Родители мои родились в 59-м году То есть в 58-м год еще Ну и отец, мама чуть позже В 58-м год еще на пенсию успел Выйти вовремя А 59-й все уже на год позже Говорят, можно на полгода пораньше Но тем не менее Вот кто бы мог подумать Да, вот Николай Голиков, который удалился Не вышел, бедолага Человек 59-го года Голиков, мое сочувствие тебе в прямом эфире Ну ничего, доживешь, я думаю, мы поможем Приходи на выставку, поднимай настроение И так 59-й 59-й, отличное время, очень интересное С одной стороны, для СССР Просто вот настоящая Вот я думаю, что настоящая перестройка И ускорение были не в эти горбачевские времена Вот именно 58-й, 59-й С одной стороны, все было замечательно СССР очень блистательно выглядел На международном фоне То есть спутни и летали Облетали Луну Фотографировали The Side of the Moon То есть темную сторону Луны Там И это наши Прилунялись, приземлялись Там ракеты Оставляли вымпелы В общем, в СССР нигде не воевало Вроде товары Я говорю, что были хорошие Начиная от телевизоров Которые в Париже получали премии До великолепных автомобилей Волга-Газ 21, вы помните, с оленем на капоте Которые Хоть и говорят, что это копия Форда Но тем не менее, это был прорыв Вот А с другой стороны, там Такая была Такая дурь вот от нашего правительства Того времени То есть от Хрущева в первую очередь Мы к этому придем Которая в итоге привела Вот мог бы гармонично СССР развиваться Он бы и сейчас был Если бы не те негативные стороны О которых мы чуть попозже И которые в итоге привели к развалу Это началось тоже в 59-м году Вот этот волюнтаризм Ну и Ирова Это основалось в первую очередь Тут вообще ужасно, что было Вот у меня есть воспоминания Давайте Давайте озвучим Ну давайте сначала мы традиционно поговорим Что же было вообще в 59-м году Ну конечно, главное событие Одно из самых ярких событий О чем мы говорили После фестиваля молодежи и студентов В 57-го года Что запомнилось Ну естественно москвичам Ну и смотрели, видимо Многие жители страны Это посещение столицы Фирмы Кристиан Диор Со своими моделями Великолепные фотографии Когда манекенщицы Высокие С длинными ногами С хорошими фигурами В отличных Дизайнерских платьях Гуляют по Москве И конечно на фоне Их-то Этих не улыбающихся Приземистых Теток В шалях В валенках Там в каких-то Не пальто Даже а польтах И прочее Ну конечно И во Франции Я думаю, что модели Кристиан Диор Далеко не каждая францужинка Могла позволить Но контраст был Разительный Вот посмотрели на свободный мир Посмотрели Как оно может быть Как должна выглядеть Женщина, не старуха Там на заводе С советском Сорок лет уже Которая там на себя Плюнула Мыхнула Как оно может быть И это все Фотографии Эти материалы Они в прессе Да, фотографии Можете посмотреть Очень просто В интернете Набрать Кристиан Диор В Москве 59-й год Великолепно Ну и Второе Было знаменательное Событие Это конечно Приезд Никсона В Москву Президент В рамках Американской Национальной Выставки Вот Ричард Никсон Никита Хущев Перерезали ленточку И открыли выставку Отправились на кухню В шашлычную Ну это была Конечно Политическая акция Такое действие В которое Обе стороны Откинули железный занавес И показали Что есть Прежде всего Вот То что было В США Никсон Был тогда вице Президент Вот И тем не менее Он на равных Спорил с Хрущевым И чьи товары Лучше Уступают ли вещи Сделанные в СССР Нашим Ну у нас Я говорил Что было чем Конкурировать Но тем не менее Вот интересно Забавно было Читать там Репортажи С этих выставок Никсон Минуточку Я хочу вам показать Американскую кухню Это обычная кухня Которая есть У каждой Калифорнийской семьи Видите Это посудомоечная машина На что этот Хрущев Сухункой Заметил Вы что думаете Этим можно удивить Советских людей Нет В наших домах Полно таких штучек Вы помните Какого была У нас В стране Посудомоечная машина Ну может Никита Сальнич Видимо отыгрывался Как мог Да Да Мне это напоминает Вот эта ложь С самого верха Это конечно Лично у меня Она очень Пересекается И вызывает Определенные ассоциации Вот Ну всего посетила В Москве Только около Трех тысяч Они выстаивали Огромные очереди Часами Вот как сейчас Прут на эти Кто там Мощи И это Привезли Там люди По шесть часов Падают в обморок А тогда Также стояли На выставку Могли видеть Стиральные машины Суховыжимал Автомобили Сделанные Вроде потенциальными Врагами Но тем не менее Все это было Как бы Мирное Сосуществование Вот мирные Товары Можно было Первые Советским людям Попробовать Пепси Сфотографироваться Наполяровать Сыграть в монополию И вообще Посмотреть Тут образ жизни Ну и в конце Конечно Тоже забавно Ваши внуки Будут жить При коммунизме Сказал Хрущев Никсон А Никсон Ответил Нет Это Ваши внуки Будут жить При Свободе Вот Ну Пророчество Никсона Позвалось Кто прав Оказался Мы поняли Ближе К действительности Еще чем 59-й год Отметился В США И изобрели Лготки А у нас Вот даже После войны Когда Даже Не то что Лготок Даже чулок Или чулок Наверное Не хватало То брали Рандаш Речневый Вот Муслявили его И на ногах Девуш И рисовали И полос И типа стрел Потому что Чулки были Со швом Вот А так вот Ходили Я думаю Что до Семидесятых Лготки Были только Детские Голубые Розовые А дамы Ходили Был шикарный Пояс С резинками И вот Застегивались Целый ритуал Или Была Подвязка Которая На этот Чулок Одевалась А вот В 59-й Мы забрели Когда Они Нам пришли В 70-е Только Ну Корпорация Sony Выпустила Транзисторный Телевизор Эпохальное Культурное Событие Конечно Вышел Фильм Который Там Назывался Некоторые Любят Погорячее У нас Он назывался В джазе Только Девушку С Марилин Монро И все Но Она до сих пор Пожалуй Непревзойденная Смотрится На едином дыхании Я очень Редко Могу Пересматривать Что-то Но Вот Это Картина У вас Это Смотрится Конечно В Китае Неурожай Огромный Неурожай Что привело Голоду Если не Голодомор То Около Этого Причем Вот СССР Не воевал В 59-м Все было Хорошо А Кругом Мир Был Очень Неспокоен То есть В Китая Была война Чего-то Китайцы Принялись Мочить Тибетцев Там Были Это Локальные Войны Даже Сбежал Из Тибета Далай-Лама По горам Прошел 450 километров Там Тайными Тропами И вывели Его Куда-то Чтобы он Призвал Мир На Кубе Тоже Была Своя Война Там В общем-то Пало Правительство Батисты Был Избран Назначен Фидель Кастро Тогда он Еще Естественно Никаким Социалистам Не объявлял Себя Но Тем не менее Они Тут же Начали Экспансию И Революции На Другие Страны Быстро Щелкнули По носу Поэтому Видимо Только Кубой Ограничились Были То же Самое Что у нас В 17 Году Это Начали Отнимать У всех Имущество Заводы Фабрики Предприятия Отнимать Землю Делить Среди Бедноты Что Получилось То получилось У Бинс И Рични И у Сахар Наверное До сих пор Еще В каких-то Кафе Вот Недавно В кофе Высыпало В этом Не помню В какой-то Кафешке До сих пор Видимо Приходят Ну США Конечно Расширилась В 59 Году То есть Впервые Была В качестве 49 Штата Не поверите Кто Проследенец Аляска Аляска Вот Эммана Была Видимо Эта автономия Она стала 49 Что там И в том же году В 59 Году В 50 Штатом Стали Гавайи Вот И в магазинах Появилась У нас Кукла Барби У нас В смысле Ну там У нас Не знали У нас была Матрешка И была еще Такая Неваляшка Вот ее Пытаешься положить Покрекила Вставала Вставала А там была Барби С 59 Года Ну Вот Что у нас Конечно Было Луна 2 Совершила Жесткую Посадку Вот это Был фасад Такой Что реклама Смотришь Подшивки В тех времен 59-й год Газета Неделя Там Конечно Лунная станция Первые полосы Фотографии Вот отправился В плавание Ледопол Ленин Это тоже было И вот Забавный Такой нюанс Что В 59-м году СССР Объявил По согласии Предоставить Кому бы вы думали Сирии Финансовую Техническую помощь Которую мы простили Наверное Да Но тогда Сирия Это было Что-то ОАР Объединенная Арабская Беспублика То есть Сирия и Египет Были Ну да Насколько Ну в 59-м году Были созданы Добровольные Народные Дружины Вообще Вот были Придуманы И все Так что Вот Может быть И стиляк Их-то и раньше И задерживали Кто-то Но Эти все И были Бригад Мил назывались Там Бог знает А вот Официально ДНД Добровольные Народные Которые И мы еще Наверное Успели Походить Были тоже В 59-м году Ну вот В Москве На базе Военного Аэродрома Открылся Аэропорт Шереметьево Существующий До сих пор Вознаменитый Для выхода Из депрессии Есть три выхода Это Шереметьево Домодедово Да Да Еще Да Если хотите Да Ну Тоже Вот такое Событие Которого До сих пор Старое Это Великая тайна И загадка 59-го года Это Конечно Гибель Группы Из 9-ти человек На перевале На Северном Урале Группа Дятлова Поэтому Перевал Дятлова Называется До сих пор Это тайна В принципе Не разгаданная Версии ходит Множество Но Что там было И Неизвестно Что у нас Ну вот Иров Вернемся К нам В общем-то Все О чем Мы сейчас Рассказали Это все Публиковалось В прессе И жители Нашего города Были в курсе Конечно Читали Обсуждали Ну они были Не только в курсе Они были в курсе Сколько там Надоев В Афанасьевском районе От коров Получают Но Конечно Получали Не шибко Я думаю Что такая вот Грузная Эпопея Еще не очень Началась В 59-м году Но вот Мы сейчас Подойдем Трагедии Этого года А сейчас Что у нас У нас было В Ирове В 59-м году Ну Терестильный комбинат Который сейчас Строимагазин Он образовался Из двух фабрик Появился Терестиль Конечно Условия труда Там были Не из самых легких Скажем так Вот я Бывал там В ту пору Когда он был Еще стильным Это На труда Вот Перекресток труда И Ну да Между Дериндяевым Эрла Лепихта На труда Это бывшая Первая тюрьма Он ЭВД Лазил я туда В расстрельный подвал Где в свое время Расстреливали Но по роду Журналистской деятельности Приходилось бывать И на На комбинате Вот представьте Там Душный цех Жар В одних этих Ситцевых Платицах По-моему Даже без нижнего Белья Эти Девицы Которые там Приехали Ну типа К Москве Лимитец Называли Вот это А почему Жарко Потому что Вот чтобы не дышать Этой пылью Стильной По периметру Ездила Бочка С водой Вот на На бывшей Степашке На Преображенской А Первый планетарий Вот я еще застал Он был В надворотной церкви Трифоново монастыря Прямо над воротами И там Прямо над воротами Прямо над воротами Прямо над воротами Кого-то там Торкнуло в голову Из наших властей Хотели переименовать Театральную площадь Площадь Ирова Ну видимо допустили Какой-то мини-референдум Или завалили письмами И отстояли театральную И все Ее Один раз переименовали В 77-м году В площадь Конституции В 59-м году Ну что-то Площадь Ирова Театральная Ну может быть Ну не буду высказывать Цивильверсии Сейчас надо конечно Будем рисоваться Театральное отделение Вот у нас Как бы Библиотечный Пультпросвет школы Объединили Стало Театральное У нас Пультпросвет училища Где даже были И театральные отделения То есть готовили И актеров Когда там Ну в 59-м году Конечно Продлили Октябрьский проспект Там были До 59-го года Поля Подсобного хозяйства Восполкома И вот только В 50-м Октябрьский Я уже говорил Начали застраивать Северо Со стороны улицы Провсоюзной И дальше Вот пробили До улицы Комсомольской Мимо оврага Соловьевского оврага Вот этого Где гостиниц Совет И дальше В 59-м году Да Ну как пробили Видимо дорога была Что может автобус ходил Может грузовики были Ну конечно велось строительство И почему-то такая тенденция была В 59-м году Все надстраивать Надстраивать и надстраивать Надстроили пожарную часть Вот на Свободе Вторая пожарная часть На старинное здание Еще возглавили Там была двухэтажная И высокая башня была Вот эта Пожарная ланча Сделали Ну видимо Жилье пожарное Надстроили Бывший институт Весной промышленности Разрешать До 59-го или дальше Ну и по-моему В этом же году Подстроили На два этажа Бывшую 22-ю школу Тут Вославную гимназию Она же была Маринская гимназия Гораздо ниже Два этажа Надстроили И таким образом Ну конечно велось строительство Уже Атерпский проспект Обживался Убрали К тому времени рельсы Временные железные дороги В принципе Вот Была Продолжалась Вот эта эйфория 58-го года Что Все были под впечатлением Телевидения Которое год назад Появилось Масштабов строительства Запуск спутников Там Их-то может быть Технические Прага Да Изобилие Относительно В магазинах То есть Продавались Консервы Из Рабов Опять морепродукт Вот да И магазин Московский был магазин Он назывался Рыба И там даже Вот помнят Что были эти ванны Для живой рыбы Чтобы В купеческих Этих ресторанах Но рыбы Было уже Брать комплект Но рыбы Старомлю Не помнили Ну вот Тем не менее На этом О хорошем Наверное Можно Приостановиться А еще Такое Я мог забыть Я мог забыть Эпохальное событие Одно Что В 59 Году Построена Легендарная Знаменитая Ировская школа Номер 37 Моя родная школа Вот Где я учился И скоро Будет Наверное Еще очередь Начально было суждено Быть ДК Да Эту школу С учетом Развития района Быстро Переменили Направление Строительства Строили ее Под дом Культуры Завода Маяк То есть Вот Что радует глаз Нетипичная Архитектура Вот Представьте Построили бы На месте 37 Типовую школу Типа там 58 Какой-то Или 7 Как бы было скучно Вот ПТУ Это длинное Напротив Здесь А вот Такой Скворечник Он радует глаз Быстро Вот С учетом Застройки Этого района Отменили И сделали Школу Школа Она была Существовала Такая В ней учился Наш знаменитый Мэр Анжели Михайлович Михеев Когда она еще была Отдельно Мужская школа Одна Отдельно Женская Потом объединили А перед 59 Готом Школа 37 Находилась В деревянном Доме Барапин На углу Маклина И Маклина И Орла Липних Вот там Сейчас Девятиэтаж Где были Там Новую Возвели Да Потом Стала Вечерняя Школа И вот Когда Открыли Школу Представьте Вот все Эти школьники И они На руках Тащили парты Глобусы И это Учебные предметы Все что там Было Из этой Самой Своей Деревянной Переезд Хуже пожара Ну Там Есть там Фотографии Что Огромность Эти Терриконы Парт Все делали Своими руками Два Учителя Физик Они И полыто Перед Надо было Срочно 1 сентября Новый учебный год 1 сентября 19-го Он был уже С новым знанием И сейчас Школа Она живет И В принципе Даже Вот Здание Поддерживается Конечно Неизвестно 37-я считается Одной из лучших Учебных школ Просто Меня Образило Она Называлась В мое время Нормально Средняя школа Номер 37 А сейчас Она Что-то там СОЖ СО ОИП С углубленным изучением У вас Да Отдельных предметов То есть Вот Даже Вот это Прекратят Подобные Абревиатуры Канцеляризм Да Все возможное Давайте Сейчас Рекламу Небольшую Сделаем Евгений Петонин Историк Краевед Руководитель Музея Вятского Государственного Университета Мы Сегодня Изучаем Жизнь Кирова И страны В целом В 1959 году Вот так Медленно Продвигаемся К современности Подробно И познавательно Скоро продолжим Продолжаем Наш разговор С Евгением Петонином Историком Краеведом Руководителем Музея Вятского Государственного Университета Год 1959 Что Видимо Ложку Дегтя Сейчас Будем Выносить В наше Поискование Конечно СССР Нельзя Однозначно Оценивать Что Все было Там Радужно Я сказал О хорошем Большую часть Передачи Но нельзя Не упомянуть О тех Негативных Процессах Которые Были Сейчас Я только что Говорил О Строительстве Школы Номер 37 Это радость Это светлые Классы Это Ученики Это школа И сейчас Украшение Города Но На этом месте Были деревянные Дома И жил По преданию Многодетный Священник Там была Куча детей У него Его дом Снесли Обещали Дать ему Квартиру В доме Октябрь 78 Видимо Чтобы Практически Напротив И потом Срочно Напротив И вызвали Срочно В рай Исполком Тоже Какую-то Учительницу С детьми И сказали Срочно Въехать В эту квартиру Вот прямо Сегодня И даже Не было Ключей Там на второй этаж Лез Один из ребенков Из детей Чтобы открыть эту дверь Чтобы она вселилась Чтобы папуне Не дали квартиру И куда делся Этот священник Со своим выводком Тоже Неизвестно Загадка То есть Вот так Вот не все Было Однозначно И Вот Ну представьте Во власти Всегда В любые времена Были люди Лизоблюды Подхалимы Желающие Выслужиться Желающие Там чем-то Отметиться И вот Нашелся один Не могу Подобрать Цензурного Слова В 59 Году Это первый Секретарь Рязанского Кома партии То есть КПСС Некто Ларионов Который Выступил С амбициозным Тогда же Хрущев бросил Лишь догнать И перегнать Америку На что в народе Ответили Конечно Мы можем догнать Можем и перегнать Но только в этом случае Она увидит У нас на заду Заплатки Вот Вот видимо Один этот Рязанс По нынешнему Губернатор Решил прыгнуться Перед Хрущевым И обещал За год утроить Государственное Заготовки Мясо Но все понимали Их нереальность И В смысле Паризанской губернии Да 59 Года А потом все Бросились Обгонять Перегонять Именно По рекомендации Хрущева Были вот эти идеи Опубликованы В газете Правда Ну и конечно Вот Обогнать И перегнать Друг друга И откликнулись Ряд других Областей Великому сожалению И Рассказ Тоже решили Утроить Заготовки Мясо В 59 Году И принялись Их Утраивать И за это дело Даже В 59 Году Ларионов Стал героем Социалистического Трудка Но чтобы Сдержать Обещания От ком партии Там Ну и потом И у нас Это было Распорядился Забить Вес приплод Это за 59 Год Большую часть Молочного стада И производителей Присовокупив Под расписку Вес от Выращенными Плохозниками В личных Хозяйствах Ну и этого Было Недостаточно Чтобы Значит Не Подвести себя Перед Хрущевым Он послал Гонцов Во все Соседние Области В Казахстан За счет Средств Из фондов Которые Там На ГСМ На закупку Машин Тракторов Комбайнов Они покупали Какую-то живность Все это Свозили И пытались Сдать Школы Не строились Ничего Все Жизнь замерла Только вот Мясной налог Такой всем Было И после этого Мясо исчезло Из продажи Не только в Рязани Тогда еще Придумали Такое Бестоварное Накладное Вот Как колхозы выходили Выращивали живность Все это взвешивалось И они бежали Там Рапортовать Во ком И во все газеты Что мы сдали Это мясо Это настолько Но сдавали его Только на бумагах Оно оставалось Как бы На доращивании То есть Этот хилый Тощий молодняк Он оставался В колхозе Проходило полгода Они говорят Мы его дорастили И сдавали И снова сдавали По этой накладной Но уже вес Брался Не только Который якобы Должен прирасти Но опять Их снова ставили На усы Взвешивали И в итоге Вот это была Показуха На бумаге Что мы Это мясо Выполнили Налог Там такой-то Рапортовали Что область Продала 150 тысяч Тон мяса Три раза Предоставив На 60-й год Еще более высокие Брали Задачи А Хрущев Там В каждом выступлении Он возносил Там любимчик У него был Этот Губернатор Секретаря Кома Вот Ставил Всюду В пример Гнобил Тех Кто не Подключался К этому Почину Ну Хрущев Гнобить Мог Это он Умел Делать Ну там С ботинками Или без ботинками Вот Всех Кто там Это мясо Сдавал Наградами Вот Нормальные Люди Даже в правительстве Обсуждали И удивлялись Откуда Это все Берется Редиковать Было нельзя Вот Это устраивали Эти акции Протесты Скрытого Или явного Все это Попахило Суциально Срыть Атострофу Было невозможно И в 60-м году Вот этот Вот деятель Который Начал Обман Лориона В первых Секретарях Он застрелился Вот Атострофа Была Глобальнейшая Вот это все Впоследствии Привело Вместе Вот с Неурожаями С Кризисом В Азахстане Когда целинные земли Там сдуло Ураганами Вот Все это Привело Росту цен Уменьшению Зарплат Это все Непосредственно Отразилось На горожанах Да Все это Привезло Все это Привело Новочерказ Этрагедии К протесту И расстрелу Рабочих Все это В общем Привело И в итоге Я считаю К распаду СССР Ну У нас тоже Вот в Кирове В 59-м В следующие годы Появлялась Ну Груза Понятно В продаже Варили эти Почат И вместо хлеба Хлеб с перебоями Был Появились И огромные Банки Жестяные Итовое мясо Оно было Красное Пытались заменить Но Итов тоже было Не бесконечно И у нас Конечно С одной стороны Представьте Вот летают спутни И облетают Луну фотографируют Там мы всюду Всюду Делаем отличные Машины Волга А с другой стороны В сельском Хозяйствах была Патастрофа Все пытались Бежать Откуда заводы Брали Человеческие Ресурсы И пополнение Вот К 59-му году Кто мог Напоминаю Что тогда Христиане Были без паспортов Их только Вели где-то В начале 70-х Из полхоза Удрать было Невозможно А представьте У тебя Отняли А у вас Зали Вот на тебе Бумагу Расписку Ну и потом Нам главное Госзадание Выполнить Что у нас В Ирове В принципе Наверное Можно Но куда Вопрос Как дальше В Ирове Был просто кошмар Вот я нашел Очевидцев Которые Это помнят Гнали Изо всех Районов Ировский Мясокомбинат Живность Видимо Составов Тогда Было немного Машин Еще меньше Чтобы возить Гнали Гуртами Вот Забивать И перерабатывать От в районах Области Было негде И алхозы Гнали Эти гурты В Иров Даже были Вот в газетах Писали Был такой Знаменитый Гуртоправ Кутявин Он гнал По 800 Ров По дороге Отфаленок По 800 Голов Представьте Это 800 Ров Пешком До Ирова Во-первых Сколько они там После этого Марш-броска Насколько они Веси потеряют И в конце Они приходили Истощенные Больные Многие Падали на улицах Города Вот И тогда В 59 Году На мясокамбинате Были созданы Специальные Бригады Их там Называли Самураями Которые Ходили по улицам Ирова С ножами И выпускали Ров У павших Ров И быков Чтобы мясо Мясо Сразу Не испортилось Потом И в городе В живности В частном секторе Там Видимо Запугиванием Налогами И разными Разными путями Работать Мясокамбинат Работал В три Смены Переработать Не успевали Вот Скот Чуть не по шею В навозе Стоял Стонный вой Был слышен От мясокамбината Почти на весь город Запомните Вот это 59 И вот Почти всю зиму На следующий год На территории Мясокамбината Лежали Вот эти Разделанные Замороженные Туши Их видимо Не могли Вывести Там же Все надо было Делать Куда в таких Объемах Хранить Морозить Ужасно Нельзя Вот было Мясокамбинат Не мог Продать Куда-то Он должен был Получить Указание Куда отправить Естественно Вверха Оказались Неповоротливыми Не было Это Мясо Не только Ведь наша область Ведь все С другом Там все это И пытались И поэтому Представьте Вот это Вроде бы Изобилием Страна Не страдала Но Переработать Объем Не успели Вот эти Туши весной Оттаяли Где-то Появились Мухи Дурной запах И куда Вот потом Все это Исчезло Неизвестно Но 25 декабря 59 Года Ацентирую За успехи В развитии Общественного Животноводства Выполнение Социалистических Обязательств По производству И продаже Государства Мясо Ировская область Была награждена Орденом Ленина Но тут есть Такой маленький Нюанс Что в 59 Область Наградили Этот орден Муляж Висел Естественно На фасаде Зала Всюду Там орден Ленина Ировская область На фасаде Правительства Да Он висит Вручили его В 72 Кажется Году То есть Поняли Что это Была Огромная Лажа Что это Как бы Огромный Провал Государства Был С этими Заготовками Мяса В 59 И вручили Через 12 Лет Без особой Шумихи И говорят Приехал Не помню Сейчас А то Из ЦК А то ли Член ЦК А то ли Кандидат Ну это Самый верх Тогда Был На нашего Руководства Зайков По-моему У нас Постарались И испекли На этот банкет По поводу Награждения Орден Ленина В виде Огромного Торта И пришел Этот Видимо Посланец ЦК Ир Дали ему Нож Резать торт Он подержал И сказал Я Ленина Есть Не буду И поэтому Быстро Это как-то Замяли Видимо Делегацию Официально Увели Этот Огромный Торт В виде Ордена Ленина Потом На кусочки Там Уборщицы Мел И служащие Вплоть до шоферов Всем разделили И все Растащили Это мне напомнило Историю Не знаю Так что Знаете Знаете За что В 59 Году Область Была награждена Орденом Ленином И знаете Это было Это напомнило Мне историю Только не знаю Насколько Она соответствует Действительности Когда один из первых Отечественных автомобилей Разработали И хотели назвать Его Родина Руководитель спросил Почем Родину Будете продавать Я не знаю Правда Это не было Вы читали Да Были такие версии Ну Тогда Модные были названия И Например ГАЗ 69 Тоже он появился В этом году В 53 Его Настоящее название Было Труженик И Как-то Даже Выбивалось По-моему На первых выпусках На капоте Вот это название Оно не прижилось Стал ГАЗ-69 Озел Там И прочая Хорошая машина Но вот С одной стороны Вкус эпохи Такие Красивые машины Красивые Эти желто-синие Троллейбусы Этого уже ходили Еще чистые дворы Сталинские дома Вроде бы все Вот Если бы Конечно Вся история Была из-за Одних светлых Полос Дали бы Сельскому хозяйству Развиваться Позволили бы Инкурировать Вот не было бы Этого маразма С заготовками Вот нормально Были бы все было И не было бы Может у нас Таких кризисов В 91-м 93-м году Все может быть Было по-другому Вот такой он год 1959 Мы будем Безусловно Продолжать Следующий выпуск Программа Сделанная Вятки Через 2 недели В 5 ночи В 13.00 Благодарю Евгения Питунина Историк Краевец Руководитель Музея Вятского Госуниверситета Добро пожаловать В музей До встречи В 60-м году И ждем вас В нашем музее Инженериум Преображенская 41 Выставка Посвященная 60-летию Телевидению И 90-летию Радио На Вятке Спасибо Всего доброго